Доброе утро! В студии работает Салтанат Тубельбаева. В Казахстане отмечают государственный праздник, день первого президента. Торжественные мероприятия проходят по всей стране. В столице и Алматы состоялся праздничный салют. В столице запустили праздничный фейерверк в трех местах сразу. Красочное шоу длилось 6 минут, высота залпов составила более 250 метров. Казахстан – девятая страна по площади в мире и имеющая свыше 13 тысяч километров сухопутной границы. Это сейчас казахстанцы уверенно могут сказать, где начинаются и заканчиваются рубежи родины. Но в первые годы независимости политические битвы велись за каждый отрезок земли. Справиться с испытаниями помогла дальновидность первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. От Каспийского моря на западе до Алтайских гор на востоке. Эти географические определения Казахстана современный школьник знает с первого класса. Но не всегда контуры родины были такими четкими, а государственные рубежи – незыблемыми. На заре становления страны вокруг приграничных территорий кипели жаркие споры, которые в любой момент могли перерасти в конфликт. В наши годы, особенно начало 90-х, когда под руководством Нурсултана Абишевича мы начинали, сохраняя государство, развивать его, нужно же было выполнять огромные еще созидательные задачи. Это сохранить, уберечь наши территории по границам, зафиксировать их, описать, делимитацию провести, демилитализацию провести, таможенные посты построить, пограничные. Цена крепких рубежей оказалась высокой, и дипломаты взвешивали каждое слово, прежде чем заговорить с соседями. Дискуссия с Узбекистаном возникла из-за некогда советской практики. Узбекским фермерам тогда разрешалось пасти скот на территории Казахстана. Каждый метр земли между Ташкентской и Южно-Казахстанской областями отстаивали в ходе долгих переговоров, но в итоге, благодаря первому президенту Казахстана, разногласия удалось завершить заветными рукопожатиями и звоном бокалов. Усилиями Нурсултана Назарбаева удалось договориться и с другими соседями – Россией, Туркменистаном и Кыргызстаном. Хорошее отношение президента Нурсултана Назарбаева с лидерами государства, образовавшихся на территории бывшего СССР, сыграло большое значение. Действительно, Ельбаса был уверен, очертить границы равносильно независимости, потому дипломатические битвы велись за каждый отрезок. Самыми сложными оказались переговоры с Китаем. Этот вопрос имел далекие корни, споры не утихали и при Советском Союзе. Сама линия границ основывается на тех договоренностях, которые были еще между Российской империей и Китаем подписаны. Чугучахский договор, продолжение к нему. И в рамках этих соглашений, собственно, та линия примерно так и сохранилась. Мы видим, что соглашения с Китаем подписаны в 94-м году, в 96-м, в 98-м. Это такое дополнение создавались. И этот процесс был очень такой сложный. 90% границ удалось провести за два года. А вот, чтобы определиться с остальными, почти тысячами квадратных километров, ушли годы. Помимо Чугучахского протокола, представители Поднебесной подняли Санкт-Петербургский договор конца 19-го века. Документ лишь до юра разграничивал территорию, но де-факто никто этого таки не воплотил. На кону стояли несколько районов нынешних Алматинской, Восточно-Казахстанской областей и участки у вершины Хантенгри. Шел процесс государственного строительства, и поэтому поездки в Китай были почти каждый год. Страна была практически нашим основным контрагентом. Но в итоге все вопросы были решены именно в личностном взаимодействии. Такое личное взаимодействие и где-то даже непреклонный характер Нурсултана Назарбаева. Спор с Китаем за границей завершили без конфликтов. Сейчас эти больше 13 тысяч километров казахстанских рубежей кажутся нам, само собой, разумеющимися. Но чтобы провести их на карте мира, понадобились время, кипы древних писем и соглашений, и, конечно же, огромной воли и мудрости первого президента независимого Казахстана. Гульбану Жмаба, Эдуард Кон, Алматы, Хабар. В Европарламенте приветствуют успешное проведение Казахстаном операции Жусан и Русафа по возвращению соотечественников из зон военного конфликта на Ближнем Востоке. Во многих странах еврозоны не стремятся к возвращению своих сограждан из зоны военного конфликта в Сирии. По словам политиков и экспертов, в этой связи интересен позитивный опыт нашей страны не только по возвращению, но и дальнейшей реабилитации вернувшихся на родину. Здесь можно только приветствовать эту работу и работу по предотвращению вербовки, но и возвращению тех, кто, к сожалению, оказался уже в рядах и вместе со своими семьями оказался в чужой стране и сейчас подверг, собственно, своих жен, своих детей таким мучениям. Мы видим, как власти Казахстана ищут пути поддержки и реабилитации своих граждан, которые оказались в зоне конфликта в Сирии и работают над проблемой репатриации на родину членов их семей. И нам очень интересен опыт Казахстана, который несет ответственность за своих граждан. В Национальном ядерном центре реализован заключительный этап физического запуска первого в мире специализированного Токамака, объект, который был создан 20 лет назад, предназначен для испытания материалов будущей термоядерной энергетики, показал свою работоспособность. Избавить мир от энергетической зависимости может управляемый термоядерный синтез. Работу над этой теорией ведут ученые Национального ядерного центра, которые успешно провели второй этап физического пуска казахстанского материаловедческого Токамака. 20 ноября был получен плазменный разряд в амическом режиме, то есть без использования средств дополнительного нагрева. В качестве рабочего газа использовался водород. Основные цели последнего этапа, говорят специалисты, были достигнуты. Фактически ученые задумались зажечь на земле искусственное солнце. Значимость этого события определяется прежде всего тем, что с водным эксплуатацией и физическим пуском Казахстан вошел в небольшой клуб тех стран, которые обладают научно-техническими установками, передовыми научно-техническими установками, главная задача которых – продвижение и развитие технологии управляемого термоядерного синтеза. Токамак КТМ – это первая в мире специализированная установка, главная задача которой – поиск и исследование функциональных и конструкционных материалов будущей термоядерной энергетики. Тестируют технологию вот на таких токамаках. Реализация физического пуска казахстанского токамака КТМ является значимым событием и ответственным отчетным этапом, позволяющим дать старт работе по вводу установки КТМ на полномасштабные проектные работы. К нам была получена плазма, которая полностью удовлетворяет программе, то есть это 100 кА 65 миллисекунд по длительности. Это позволяет нам поставить некий репер, от которого мы будем дальше планомерно выходить на проектные параметры. Проектные параметры плазменного разряда планируют вести на установки в следующие два года, увеличив время до пяти секунд. Асемутешева, берег Жобалайулы, Восточно-Казахстанская область. Роковые рейсы. За прошедшие сутки произошло два крупных ДТП с туристическими автобусами в Тунисе и России. Общее число жертв достигло 43 человек. В африканской аварии пассажирами были в основном дети и студенты, а в России, в Забайкальском крае, рейсовый автобус упал с моста в замерзшую реку Куэнга. Тела большинства погибших опознаны. Несколько человек самостоятельно покинули место крушения. Помощь им не потребовалась. Остальных пострадавших на карете скорой помощи доставили в медицинские учреждения. Причины аварии выясняются. Однако, по предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса. Возбуждено уголовное дело. Сегодня в Мадриде стартует 25-я сессия конференции сторон Рамочной и Конвенции ООН об изменении климата. В ней примут участие делегации 196 стран, в том числе около 50 глав государств и правительств. Между тем, в Сеуле начали борьбу с загрязнением воздуха. С декабря по марта в южнокорейской столице намерены на четверть увеличить плату за парковку в общественных местах. Более строгие меры примут к автомобилям с высоким уровнем выбросов углекислого газа. Эти и другие меры по планам городских властей должны снизить средний уровень мелкодисперсной пыли в Сеуле на 20%. Тем временем новейшими фотоловушками обзавелись природоохранные службы Восточного Казахстана. На балансе трех государственных заповедников также передали высоко проходимые автомобили. Дорогостоящую технику приобрели за счет иностранных инвесторов, заинтересованных в изучении природы края. С помощью мощнейшего фотооборудования в горах Катон-Карагая ученые планируют собрать точные данные о популяции снежных барсов. В объективы камер Ирбис попадал минувшей зимой. Восточно-казахстанская область имеет 80% всего лесного фонда Казахстана, поэтому для нас это пилотная территория. Наш проект имеет общую цель повышать потенциал Казахстана для сохранения лесных экосистем. К этому часу все. КОНЕЦ